11 ноября на улице Комсомольской начали прокладывать новую канализационную сеть. Этот район города состоит в основном из частных строений. Люди много лет по старинке пользуются выгребными ямами. Последние 2-3 года ситуация стала невыносимой. Зловоние, мухи, стоки отработанной грязной жидкости, да и обслужить такую яму довольно дорого. Вывозить канализацию приходится не один раз за месяц, что стоит денег. Живем до сих пор с этими ямами самосасывающими. Оно куда-то уходит непонятно, у кого уже там машины ездят, канализационные, по 3 машины в месяц выкачивают, да. Это получается большая сумма денег. В итоге решили местные жители обратиться в мэрию и водоканал за помощью. Оббивали пороги городских служб, предлагали разные варианты решения проблемы. Инициативу граждан чиновники не поддержали. Отчаявшиеся люди решили составить официальное обращение городскому голове с просьбой о помощи. При этом указали, что готовы принять долевое участие в проведении центральной канализации. В полученном ответе сообщалось следующее. В связи с тем, что в городском бюджете финансирование работ по строительству канализационной сети по улице Комсомольской не предусмотрены, а коммунальное предприятие «Белгороднестровский водоканал» находится в тяжелом финансовом положении, вы имеете возможность данные работы выполнить за свой счет. И никак не можем пробить эту систему нашу, городскую власть, о том, чтобы помогли нам как-то провести эту канализацию. Люди уже просто кричат криком, уже сколько можно это терпеть. Хотя бы одну улицу в городе в год делать, можно было бы уже сделать все красиво. Выход оставался один – взять инициативу в свои руки и не ждать милости от властей, самостоятельно решить наболевшую проблему. У нас собралось 18 семей, которые согласились собраться вместе, проплатить эти все деньги. Работы продлятся недолго. Через 7-10 дней жители улицы Комсомольской будут пользоваться новой канализационной системой. Люди проявили инициативу, обратились ко мне как к депутату. Все организационные вопросы, мое участие – это организационные вопросы по получению разрешения на производство работ. С учетом восстановления дорожного покрытия были собраны деньги шельцами улицы. И сегодня проводятся работы, проложится трасса, впоследствии восстановится дорожное покрытие. И в дальнейшем уже люди цивилизованно будут пользоваться центральной канализацией. Остаются открытыми еще несколько вопросов. Все работы выполнены людьми за собственные деньги. Вполне логично ожидать пересмотр оплаты за пользование услугами водоотведения. Если водоканал не захотел участвовать в проведении канализационной системы, не захотел или не в состоянии компенсировать расходы, то пусть уменьшит для людей стоимость. Ведь плата за пользование водой включает и расходы на строительство и обслуживание канализационных сетей. Получается, что у жителей дважды берут деньги за неоказанные услуги. Но, как рассказал депутат горсовета Николай Димов, по опыту прошлых годов и двух других улиц Ленина и Кутузова, жители которых также своими силами прокладывали канализационную систему, горводоканал не захотел взять систему на баланс. И также не захотел пересмотреть тарифы. В центральной части города процентов, наверное, частного сектора, процентов 80 пользуются выгребными ямами. То, что от них надо уже уходить, и мы это все прекрасно знаем. Какое-то участие городская власть, войти в долевое участие, она, будем говорить, категорически отказывается ответом к тому, что нет денег. Я бы сказал так, что в любом случае, рано или поздно, мы придем к тому, что уважение к громаде должно проявляться как раз вот в этих моментах, когда власть может пойти по пути, что выполнение работ взять на себя, а, скажем, материалы, закупка материалов, люди должны проявлять своей стороны, свое долевое участие по закупке материалов. Но, к сожалению, сегодня власть далеко не идет навстречу громаде.